На светлой пасхальной седмице духовенства рождественского храма казаки и участники молодежной общины посетили Краснодарский военный госпиталь, где находятся на излечении военнослужащие, участники специальной военной операции на Украине. В этот день впервые в самом госпитале была отслужена божественная литургия полным чином. Для этого в главном холле была установлена походная церковь, которая стала алтарем для совершения божественной литургии. В госпиталь был доставлен благодатный огонь. В этой больнице воссиял благодатный огонь, который сошел на Пасху в Иерусалиме, на гроб Господня. И вот сейчас свечи и семисвечник на престоле, горит свет, сошедший с небеса. Мы привезли этот благодатный огонь к вам, чтобы он воссиял и в нашем военном госпитале. Чтобы ребята, которые здесь находятся на излечении, могли зажигать их небосвечи и укреплять свет своей веры, находясь здесь на излечении. И теперь в лампаде молитвенной комнаты горит огонь веры, как символ того, что Христос воскрес, что жизнь победила смерть. В богослужении приняли участие казаки, молодежный хор и сестры Милосердия, молодежные общины Храма Рождества Христова, а также сотрудники лечебного учреждения и раненые бойцы. Многие в этот день исповедались и причастились к святых христовых тайн. По завершению божественной литургии отец Александр посетил палаты, где находятся военнослужащие с ранениями средней тяжести. Сестры Милосердия раздавали куличи и записали имена воинов для молитвенного поминовения на литургии, о их скорейшем выздоровлении. Некоторые рассказали о чудесных случаях помощи Бога на войне. Вот вылазил из брендажа и буквально замешкался, искал каску, буквально две минуты. И прилетел прямо в этот вход, куда я должен был вылазить, и туда прямо прилетел в сценарий. И пацан, который был передо мной, он 200, эти 200 минут, которые я искал. То есть вот так вышел и вроде бы потерял, а на самом деле Господь вот так спасает. Помоги Господи, поправляйся. И дай Бог тебе сил и здоровья. А я как раз хотел встать, но тоже замешкался из-за пенька. Из-за пенька? Да, хорошо, что я должен. За пеньком один всего осколок попал. А если бы встал? Вот так. Попал бы не один. Не знаю. Что вы мне? Вот Роман мне еще на первую войнушку давал. И вот я ее ношу, постояла с собой. Ну помоги Господи и маме, и тебе, и твоим родным, и близким. Ну мы врачи, мы оказывали, как говорится, помощь. Помощь медицинскую. Ну какие случаи встречались. Без ноги, без руки. Всякое бывало, да, да, да. И если Господь дает жить, значит... Значит, еще для чего это нужно? Один из наших хотевших сидит в блиндаже, и там была бойница сделана. Вот в этой бойнице прилетел 60-й снаряд. Упал в него в ногах и не разорвался. И не разорвался? Нет. Вот это минус войны. Вот такие чудеса. Это сам своими глазами. Тут у вас шею прострелило, и два осколочных в голову. И говорит, только Бог. Вот такие случаи, просто, знаешь, реальной помощи Богу на войне. Всех православных воинов и медицинских сестер помазали маслом, освященным у гроба Господня в Иерусалиме. Христос воскресе. Христос воскресе. Духовная поддержка важна не только для воинов, но и для медицинского персонала, который тоже несет свои жертвенные служения. Старайтесь помогать больным. Все, что вы делаете, делайте во славу Бога. Как для Христа. Вот заходишь, Христос лежит. Избитый, израненный. Скалеченный. А ты подходишь, Господи, вот пусть моя помощь будет, как для Христа. Вот это такая будет помощь, от сердца, с душой. И он это почувствует, и быстрее его здоровье. Попробуйте. Просто попробуйте. И Господь обязательно вам поможет. Как важно говорить о Христе. Друг друга поздравлять о Христе. Вот 40 дней после Пасхи мы, христиане, приветствуем друг друга, пасхальным приветствием. Христос воскресе, встречаем при встрече воистину воскресе. Но так делают не все. Не все исповедуют Иисуса Господа. Есть люди, которые на вопрос или на поздравление, Христос воскресе, отвечают, так уже пасха прошла. А христиане помнят Иисуса воскресшего и устами своими исповедуют Его, как победителя смерти. И если умри к этому исповеданию устами, сердцем веруем, что Бог воскресил Его из мертвых, спасемся. Вы слышите? Я очень рад, что сегодня с нами молился защитник еще в Бреста, Рав Божий Владимир, который встретил войну лицом к лицу в первый день войны 1941 году. И вот перед Детургией, общаясь с Ним, Он сын своего времени. Ему трудно сегодня, вот так как нам, исповедовать Господа. Но в сердце Он не полюбил. И помнит, сколько раз Бог выводил Его из самой трудной жизни ситуации. Владимир, а что бы Вы могли вспомнить вот из своей военной жизни, прожитой, сложной, тяжелой, вот когда Бог реально Вам помог, вот реально вот помощь Бога, вот просто никакие человеческие силы не способны были бы Вас избавить от того иного обстоятельства? Я почувствовал не сразу, а потом, что Боженька помогает. Потому что вот когда начали расстреливать и водили группами по 20-30 человек, я маме говорю, мама, давай бежать. А она окаменела, понимаете, и я за руку. И вот потом, когда уже пробежали километров пять, лес рядом был, и я упал, и тогда я, ну, это неосознанно, это детским пониманием. И я понял, что Господь Бог спасает. Пусть Христос, победивший смерть, укрепит всех нас на нашем жизненном пути и пошлет мир в нашей стране, мир в нашей душе, и мир тем, кто сегодня находится здесь на излечении. Но укрепитый Господь подаст нам скорейшее выздоровление. А вам всем Божье благословение и Ангелы-Хранители. Христос воскресе! По истину воскресе! Христос воскресе! По истину воскресе! Христос воскресе! По истину воскресе! По истину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь! Аминь!